Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Сегодня у нас спецвыпуск и мы расскажем вам об откровениях Стеллы Мунас после ухода из Дома-2. Стелла прожила месяц на проекте вместе с Андреем Черкасовым. Девушка рассказала в интервью о жизни под прицелом телекамер и о том, почему она решила уйти. Появление Стеллы на проекте было эффектным, искать любовь ей не нужно было, она уже покорила сердце одного из самых популярных парней. К сожалению, отношения внутри периметра продлились всего месяц, после чего Стелла покинула проект. В микроблоге девушка так объяснила свой уход. «Сейчас для меня на первом месте карьера, саморазвитие и реализация всех задуманных идей. Андрей за мной не ушел, потому что за проектом нет суперконкурсов с перспективой выиграть квартирку, нет телекамер, никто не привозит тебе бесплатную еду домой, а меня мифический мужчина из-за забора не устраивает». Стелла ответила на некоторые вопросы журналистов. Многих интересует, были ли отношения с Черкасовым искренними или это все-таки пиар. Стелла отвечает, «Это были абсолютно серьезные отношения. У нас были большие планы друг на друга, но не сложилось. Мне постоянно хочется идти вперед, расти, разбиваться». Андрей же не видит себя дальше проекта. «После ухода я прекратила общение с ним. Он какое-то время пытался выйти на связь, но я обрубила все канаты». Стелла рассказала о знакомстве с Андреем. «Мы познакомились полтора года назад. Я пригласила его в Новосибирск провести одно мероприятие. Позже, когда я переехала в Москву, я вновь написала Андрею и пригласила в гости. Он добивался меня, мое сердце растаяло, и я поняла, что хочу быть с ним». Решение Стеллы прийти на Дом-2 не понравилось ее родным. Мои родители, бабушка, конечно, негативно отнеслись к такому решению. У них сложилось свое отношение к проекту. Они понимали, что это постоянные интриги и провокации. «Я же проект не смотрела, поэтому со всеми трудностями мне пришлось столкнуться, находясь в периметре». Стелла рассказала о том, как складывались ее отношения с другими участниками проекта. «Со всеми участниками отношения были хорошими. Некоторые в жизни оказались другими, менее эпатажными и более искренними, чем на экране. Исключение – две взрослых женщины, которые находились на проекте без пар. С их стороны я встречала постоянные провокации. Их главная задача – засветиться на экране, поэтому они шли на все». События на телепроекте, по словам Мунас, происходят не по сценарию. Это реальная жизнь и настоящие эмоции. Просто есть участники, которые придумывают себе какой-то образ, вживаются в него и идут на различные провокации. Но Стелла на проекте была собой. Вся территория периметра прослушивается, но камеры находятся стационарно в определенных местах. Никто из операторов не ходит за участниками в доме и не снимает ребят крупным планом. Журналисты спросили, действительно ли нужно иметь с собой кучу документов, в том числе справки от психиатра, нарколога и бинеролога, чтобы пропустили на площадку. «Справок никаких у меня не спрашивали», – говорит Стелла. «Более того, я даже без паспорта стала участницей. Я его потеряла и какое-то время документы восстанавливались». Стелла рассказала и о том, каков режим дня на проекте, как решены некоторые бытовые моменты. Примерно в 10 утра раздается голос из аппаратной. Мы отправляемся умываться, а затем по своим делам. Что касается отбоя, там нет четкого времени, можно ложиться в любое время. Два раза в неделю несколько участников идут в магазин и закупают на всех еду. Готовим самостоятельно, повара нет. Стелла Мунос не жалеет, что покинула дом 2. Обычно людям, уходящим с проекта, кричат «И мы счастливы». В ее же случае эту традиционную фразу участникам крикнула сама Мунос. Проект дал девушке полезные знакомства и опыт выживания. Стелла поведала и о своих дальнейших планах. «У меня достаточно успешно складывается карьера в Москве, но есть планы и на Новосибирск. В следующем году хочу открыть здесь собственное развлекательное заведение. Хочу привнести что-нибудь интересное из столицы России в столицу Сибири». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры дома 2 на телеканале ТНТ. Субтитры подогнал «Симон»!